Доброго дня, шановные мешканцы места Одессы, наикращего места в свете. Якось незабаром, уже минув месяц войны. Але все место працює у звичайному штатному режимі. Вы видите, что все коммунальные структуры, все коммунальные службы выполняют все те обязанности, которые они выполняли в мирное время, но их дух, их патриотизм даёт им силы выполнять это более качественно, потому что таким образом мы вносим свой вклад в оборону нашего города и в приближение нашей победы. Пришла весна, слава Богу весну, даже несмотря на войну, никто не отменил. И сейчас мы приступили к выполнению работ по благоустройству. Вы видите, что наши все предприятия выполняют каждый свой вид работ. Идёт подрезка деревьев. С понедельника, с 4 апреля, мы начинаем высадку весенних цветов. Аварийная муниципальная служба работает круглосуточно. И в условиях комендантского часа, и в условиях дневного времени, суток. И на сегодняшний момент действительно они находятся в точно таких же условиях. Точно так же они получают оплату за свои услуги только с поступлением оплаты наших жителей. Но на сегодняшний момент, если вы видите, наша аварийная коммунальная служба работает качественно, работает оперативно. Я надеюсь, что вы не сталкивались со сложными аварийными ситуациями за период, за месяц этой войны. Мы их все устраняем очень быстро. Все чистятся дороги, убираются после зимы. Приводятся в порядок фонтаны, бюветы. И с 1 апреля мы хотим, чтобы наши фонтаны вновь начали свою работу. Потому что жизнь продолжается. За этот месяц мы сделали очень много работы. Для того, чтобы поднять боевой дух и показать, что Одесса – это Украина, вы видите, что у нас в городе вывешены все флаги. Более того, там, где у нас не было возможности, одесситы, как всегда, и коммунальщики, тем более, проявили свою смекалку. И у нас на домах, на воротах, майорят, скажем так, расписаны флаги, расписаны у нас ворота. Как говорится, мы всегда работали со смекалкой, мы всегда работали с удовольствием. На сегодняшний день вы видите, что благодаря работе коммунальных структур в ваших домах сохраняются комфортные условия проживания. Есть свет, есть вода, есть газ, есть отопление. А это действительно любовь и забота наших коммунальщиков к жителям нашего города. Но для того, чтобы проводить эти все работы, естественно, необходимо, для того, чтобы содержать инфраструктуру в нормальном рабочем состоянии, естественно, нужна и материальная база. Необходимо закупать элементарное топливо, необходимо закупать материалы. Поэтому, уважаемые жители города, мы просим вас, всех, кто может, всех, кто в состоянии, оплачивать коммунальные услуги, потому что оплата этих коммунальных услуг позволяет нам создавать склады материального резерва, позволяет нам закупать те материалы, которые понадобятся нам для устранения аварийных ситуаций. И таким образом мы обеспечим вам комфортное, нормальное состояние в ваших домах и квартирах. И наше коммунальное предприятие Горэлектротранс ежедневно, невзирая на то, что не только в этом коммунальном предприятии, но и в других, многие сотрудники наших предприятий ушли отдавать свой долг Родине и служат в вооруженных силах Украины, многие сотрудники ушли в Терреборону, но на сегодняшний момент ежедневно коммунальное предприятие Горэлектротранс производит выпуск нашего транспорта, городского электрического транспорта, и все жители совершенно спокойно пользуются этим транспортом. Транспорт у нас выходит с 7 часов на маршруты и до 18.00. В связи с изменением комендантского часа сегодняшнего дня мы будем рассматривать вопрос об изменении, а именно об увеличении еще на один час времени движения нашего электротранспорта.